Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня я вам расскажу про офигенный слух, который подтолкнет многих к покупке Xbox Series S. Как всегда перед началом видеоролика не забывай ставить лайк, подписываться на канал, а еще если вдруг вам нужно, забирайте подписку на сервис премьер, чтобы смотреть новые русские сериалы, фильмы, шоу и так далее. С помощью этого промокода вы получите 21 день этой подписки бесплатно, ну а также скидку в 50% на следующее продление. Если вдруг вам нужно, то ссылочку оставлю как всегда в закрепленном комментарии. Начнем с того, что у этой замечательной консоли, которая носит название Xbox Series S, до сих пор множество хейтеров и выдуманных минусов, с помощью которых зачем-то пытаются всех переубедить в том, что эта консоль не очень. На самом деле это бессмысленное занятие, поскольку самое главное, что тут нужно понять, так это то, что эта консоль создана для тех, кому все равно на разрешение. Для тех, кто просто хочет вечерком включить эту дешевую маленькую консоль, и которая будет запускать все новые игры в ближайшие 5 лет, и которая нужна, чтобы просто пройти тот или иной игровой проект. С точки зрения недостатков, у данной консоли выделяет, конечно же, отсутствие 4К разрешения, хотя консоль не создавалась под него. Малую память, которой действительно при некоторых проектах не хватает. Просто, к примеру, если вы загрузите там Call of Duty MV или Cold War и каких-нибудь Мстителей, то больше, по сути, у вас загрузить ничего не получится, ибо памяти просто не хватит. Ну а данная проблема решается либо путем покупки сфербыстрого и дорогого SSD-шника, что не так выгодно, либо же покупка жесткого диска, который позволит хранить вам игры и перебрасывать их в нужный момент. Да, по времени это не так быстро, но намного быстрее, чем скачивать игру заново с нуля. Также на эту консоль многие жаловались за счет отсутствия дисковода, мол, блин, фигово то, что его нет, и типа при помощи него консоль стала бы еще выгоднее, поскольку существует был рынок. Несмотря на то, что у нас он особо не распространен в сфере Xbox, и в целом уже многие привыкли экономить на играх путем покупки через посредников, которые в свою очередь покупают там с Аргентины и других регионов. Кстати, если вы вдруг не знаете, у кого приобрести, то забегайте к ребятам из X-Games, они проверены, ссылочку оставлю в описании. Но несмотря на это, для многих физический носитель это коллекция, это продукт, который можно там потрогать, понюхать, да и просто ощутить, что вот это диск и вот на нем есть игра. В общем, физические копии даже в это время для многих это важный фактор, который не особо пересекается с консолью Xbox Series S, поскольку покупая диск, вы его при этой консоли ну никак не используете. Но Microsoft это инновационные ребята, которые следят за рынком и понимают всю вот эту вот тенденцию, и в связи с этим недавно был обнаружен очень заманчивый патент, который в свою очередь намекает, что Microsoft разрабатывает систему, при которой с помощью внешнего дисковода Xbox может обнаружить купленную игру и предоставить игроку доступ к цифровой версии этой игры через Microsoft Store. В интернете уже предположили, что данная система заключается в том, что при наличии диска с игрой, игроки смогут привязать проект к своему профилю Xbox. Из патента пока не особо понятно, как это будет все реализовано, но есть несколько версий, и они довольно-таки интересны. Первая версия. Возможно будет такое, что с помощью внешнего дисковода каким-то образом игрок сможет привязать ту или иную игру к профилю. Аля помните, как в году 2013 все пугали, что диски будут одноразовые, но вот короче идея с этим и связана. То есть, на мой взгляд, идея может быть такой. У вас есть консоль без дисковода, вы хотите купить именно диск, чтобы там положить его на полку или в коллекцию, и если у вас есть внешний дисковод, то вы за счет той самой функции сможете ту игру с диска просто обналичить путем переноса ее в цифровую копию. То есть диск, по сути, потеряет свою суть, но зато игра у вас будет доступна в цифре. То есть, если это объяснять еще проще и короче, то этот вариант представляет собой что-то наподобие кода в виде диска. Единственный вопрос у меня возникает с точки зрения прав. Если же диск тебе принадлежит и ты его можешь запускать абсолютно тогда, когда тебе вздумается при его наличии, то перенеся копию игры в цифровой код, то получается ты рискуешь за счет, там, я не знаю, бана аккаунта потерять то самое владение. В общем, интересная ситуация. В целом, как бы идея неплохая, особенно для тех, кто любит коллекционировать, поскольку Xbox RSS, ну, в этом проблематично. Но в то же время это убивает БУ рынок и в будущем породит очень много мошенников. А-ля, ребята, я продаю диск для Xbox, но будет код в мешке, поскольку если эта функция будет реально так работать, то никто и никогда на внешний вид не сможет понять, есть там игра в этом диске или нет. Кстати, очень хотелось бы почитать ваше мнение в комментариях на этот счет. Как относитесь к этому исходу? Второй исход ситуации заключается в том, что майки позволят за счет внешнего дисковода, кстати, примечательно то, что патент намекает нам о том, что как внешний дисковод можно будет использовать консоль Xbox One. Только вот непонятно, каким образом идет подключение между устройствами, там, по USB или там, по интернету. В общем, в данном исходе предполагается, что можно будет просто запускать игры с внешнего дисковода. Эта версия более вероятная и менее опасная для рынка в целом. Единственный вопрос будет заключаться именно в том, какие дисководы для этого подойдут. И, зная при этом Microsoft, а также партнеров, кто-нибудь подсуетится и выпустит лицензированный внешний привод, с помощью которого и можно будет запускать игры с диска. Единственная тупость будет в том, что если этот привод будет стоить как половина консоли. Это, кстати, реально, поскольку тот же SSD-шник на 1 терабайт тоже стоил очень дорого. И за эту разницу, ну, наверное, лучше уж Xbox Series X взять. Если будет возможность подключать любой привод, то да, эта штука понравится многим, поскольку по-любому кто-нибудь найдет какие-нибудь там китайские дешевые приводы, которые точно подойдут. Но мне почему-то все-таки кажется, что самое вероятное, это как раз-таки специализированный фирменный привод, который и даст доступ ко всей этой теме. И, исходя из патента, он будет работать неким проводником получения доступа к игре через цифру. Несомненно, патент очень интересный, но лично для меня он бессмысленный, потому что, во-первых, я не покупаю и не хотел бы покупать физические копии, ибо цифра для меня это удобнее. И еще можно при помощи них играть в одну копию игры на двух консолях сразу, используя это для того, чтобы покупать игры на двоих. Ну, а еще цифровые копии позволяют быстрее переключаться между играми, нежели вставлять каждый диск по отдельности. Да, если и так, то я особо для себя не вижу надобности как-то апгрейдить консоль, которая для этого не предназначена. Да, как возможность, это прикольно, но, опять же, если вдуматься, то, чтобы Xbox Series S сделать дисководом и в то же время увеличить память, а-ля до Xbox Series X, опять же, логичнее накопить на Xbox Series X, не так ли? Также, опираясь на патент, можно предположить, что у майков не особо есть мысли по выпуску Xbox Series S дисководом. Кстати, это, на мой взгляд, правильное решение, ибо наличие дисковода приблизит эту консоль к стоимости более мощной консоли и сделает ее менее привлекательной для пользователей. Ну, а также, с помощью этого патента, наоборот, можно предположить, что как раз-таки у майков есть мысли по выпуску консоли Xbox Series X без дисковода, дабы позволить людям приобрести более мощный продукт, при этом когда-нибудь обзавестись внешним приводом. Короче, тема немножко запутанная, но интересная, и доведут ли они эту тему до реализации, неизвестно, ибо эта идея пока лишь патент, который может быть попросту не реализован. Ну, а как вы относитесь к данному патенту, хотели бы, чтобы его там реализовали или нет, и самое главное, каким образом? Пишите в комментариях. И на этом у меня все, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если видео вам понравилось, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok